Меньше чем через месяц Ани Григорян будет учиться в этом университете. А пока девушка осваивает аудиторию и библиотеку вуза. Ани выбрала для себя направление юриспруденция. Говорит, тут же учились ее сестра и брат. Вот она и решила пойти по их стопам. Мечтает связать свою жизнь с адвокатурой. Впервые за несколько лет я так жду 1 сентября, потому что я в предвкушении интересного, в предвкушении новых знакомств, новых преподавателей. И для меня эта вся атмосфера уже очень близка. Я прям очень жду момента, пока я уже зайду в этот университет как студентка. К университету они готовятся основательно. Закупают канцелярию и дополнительную литературу к началу учебного года. Теперь все серьезно, говорит студентка. Потому и самоорганизация как никогда важна. Хорошим подспорьем для будущих приобретений к вузу станет выплата в размере 10 тысяч рублей. Ее они получат, потому что предпочла всем другим учебным заведениям университет 63 региона. Наверное, в лице всех выпускников, ну, какую-то благодарность хочется сказать губернатору, потому что в этом возрасте люди уже более осознанно тратят эти деньги, уже более осознанно тратят ее на подготовку. И как раз эта возможность хорошенько подготовиться. Напомним, поручение выплатить выпускникам Самарской области, которые поступят в 2021 году в учебные заведения региона, по 10 тысяч рублей дал губернатор Дмитрий Азаров в послании жителям и депутатам Самарской губернской думы. Для того, чтобы получить выплату, нужно являться выпускником образовательных учреждений региона и быть зачисленным в вуз области. Есть несколько вариантов для подачи заявлений. Обратиться в Управление социальной защиты по месту жительства или в МФЦ, либо в электронном виде через социальный портал министерства. Заявления простые. В них содержатся только персональные данные и те сведения, которые у человека лично хранятся. Например, паспортные данные, номер СНИЛС. И также в этом заявлении нужно указать расчетный счет. Это может быть расчетный счет кредитной организации, то есть банковской. Кстати, можно использовать и карту жителя Самарской области для получения этих средств. Или это может быть почтовое отделение. Решение о назначении единовременной денежной выплаты будет принято в течение 30 рабочих дней с даты подачи заявления. Если на момент подачи заявления выпускнику еще нет 18 лет, то единовременную выплату получат родители или опекуны. Деньги начнут зачисляться с сентября 2021 года.